Слово, которое мы сегодня уже слышали. Знаете, в Израиле было время, когда у народа было две чеканных трубы. И у них была одна цель. Когда в них трубили, мы понимаем, что народ был заинтересован не в том, чтобы распознать тональность этих труб. Это не какое-то произведение искусства, что услышав кто-то, может сказать, ах, мне что-то не нравится, я сделаю потише. А вот здесь мне нравится, а вот это мне не нравится. Но цель этих труб, цель этого трубного зова был один – вызвать реакцию народа. Мы понимаем, что по одному трубили в эти трубы и созывали собрание праздничное, по-другому трубили трубы. И это был сигнал, что нужно подниматься и идти в путь. Уже хватит стоять, уже пауза прошла, нужно двигаться дальше. Еще как-то затрубили в трубы. И мы понимаем, что это реакция, это должна быть реакция к бою. Потому что или с севера, или с юга, или с запада, или с востока, там стоит враг. И эта труба, она признана, чтобы люди поднялись. Это не просто, кто-то мог бы оценить, сказать, слушай, мне что-то не нравится, это не та мелодия, мне не хочется. Но цель трубы, цель его слова, братья и сестры, – это вызвать что-то у нас. Где есть, понимаю ли я, знаю ли я трубный зов. Написано, блажен народ, который что? Знаю я трубный зов. Знаю ли я, что Господь сегодня уже сказал ко мне? Знаю ли я, где нужно, какие проломы, возможно, в обороне нужно закрыть? Потому что враг стоит там. Враг, он все силы бросил, чтобы победить, чтобы вырвать, чтобы тьма его тоже, она просочилась туда. Пусть Господь нас благословит, братья и сестры. Я хотел бы в свое время, в свою очередь, зачитать одно слово, которое записано в книге-притче Соломона. Книга притчей Соломона, это будет 28 глава, с 10 стиха. «Совращающий праведных на путь зла сам упадет в свою яму, а непорочные наследуют добро». Еще одно место, братья и сестры, это будет филиппийцам, 2 глава, 14 стих. Может, даже с 13 стиха. Нет, с 14 стиха. «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Слава Господу, братья и сестры. Мы читаем это слово «Соломон», говорите интересные слова. В украинском переводе немножко по-другому они звучат, а именно там написано «Кто простых совращает на путь зла, «Кто простых совращает на путь зла, тот сам упадет в яму, а невинным будет благо». А невинным будет благо. Для чего совращают простые, братья и сестры? Для чего совращают люди простых? Знаете, есть люди в нашей жизни простые, знаете, есть простые люди, кто-то называет их наивными, кто-то смотрит на них и думает, пусть-пусть, его еще жизнь научит, посмотрим, как он дальше будет жить, как долго у него будет эта наивность. Мы понимаем, что есть дети наивные, правда? Понимаем, что есть наивность такая детская, и много людей, они пользуются этой наивностью, много людей, они, знаете, используют в своих корыстных целях, чтобы что-то пойметь с этого. И люди, они, возможно, которые пережили это, они уже стараются быть осторожными, они говорят «Нет, нет, я уже не буду таким, что-что, но меня уже так не проведешь, меня уже жизнь научила». И мы читаем, что простые совращают на путь зла. Для чего их совращают? Для чего простых людей пытаются совратить с этого пути? А потому что там выкопана яма, а потому что там их что-то ждет, чтобы упасть. Но Соломон говорит, что непорочные наследуют добро. Почему? Почему невинные наследуют благо? Потому что, о, как Господь, оно наблюдает за ними. Слава Господу. О, как Господь наблюдает. В зависимости от того, какие ямы для меня приготовили. Но если я простой, братья и сестры, если я остался в этом, то Господь не даст просто быть совращенным. Если мое сердце чистое, если я пытаюсь, братья и сестры, держаться Господа, то что-то не произойдет. А именно тот, который выкопал эту яму. Мы помним историю о Беосе, братья и сестры. Я думаю, дети тоже могут вспоминать его вместе с нами. Потому что это очень известная история. Иосиф родился в доме отца. Мы знаем, он окружен любовью, заботой отца. Отец ему дает все лучшее. Он младший в то время был в семье. Эти разноцветные одежды, знаете, все лучшее, все хорошее. Но что-то было у него, что братьям не нравилось. Знаете, он доносил что-то отцу постоянно. Он доносил что-то. Ну слушай, Иосиф, что ты такой правильный? Или ты что такой правильный? Иосиф, зачем ты такое делаешь? Почему? Зачем ты доносишь отцу на своих братьев? И говоришь, что вот это делать не так. Вот это было неправильно. Вот они вот там такое сделали. И это раздражало братьев. Братья его не полюбили. Они настроены были против него. И это все продолжалось, братья и сестры. Потом начались сны, братья и сестры. Он рассказывает о своих снах в такой своей наивности, простоте. Говорит, вот мне приснились снопы. Они поклонились. Вот мне звезды приснились. Они тоже поклонились. И кажется, ну, кто-то из нас умеет управлять с нами. Правда? Ну, никто одному из нас не умеет. Но даже сны вызвали такую реакцию даже у отца. Даже у отца. Чтобы он больше не говорил об этом, не нужно. И мы знаем, однажды отец посылает Иосифа к своим братьям. Принести им еды. Проведать их. Узнать, как у них дела. И знаете, я думаю, на его месте кто-то бы... Я, возможно, бы сказал, слушай, отец, они меня не любят. Зачем я буду к ним идти? Зачем мне идти туда, где меня не воспринимают? Зачем идти туда, где для меня тесно? Зачем идти туда, где меня не любят? Меня ненавидят? Зачем туда идти? Знаете, хорошо идти там, где тебя... Хорошо служить там, где тебя любят, уважают, принимают, благословляют. А там, где этого нету? А там, где только все обратное, вот туда идти, вот там служить, вот туда принести пищу, вот там спросить, как у тебя дела? Расскажи, что у тебя на душе? И, но мы знаем, Иосиф остается послушный воле отца. Иосиф остается послушен. Он идет туда, куда отец его посылает. Он идет туда, в поле. Он не находит своих братьев. Он ищет их, спрашивает одного человека, где они, вы видели их? И мы знаем, что ему говорят, они уже ушли туда. Знаете, можно было тоже на этом месте сказать, слушай, я пришел, а их нету. Можно идти домой? Я исполню то, что отец хотел от меня. Я исполню то, что как бы он мне сказал. Я пришел, их нету. А искать их, спрашивать, это уже не мое. Но он остается верным, братья и сестры. Он верен Отцу. Он не хочет увильнуть. Мы часто стараемся увильнуть, как-то уклониться, что-то найти, так, чтобы нам было тоже комфортно и удобно. Найти какое-то оправдание чему-то. Но Иосиф идет и ищет до конца своих братьев. Он находит их, но не знает. Когда они его идут издалека, он не знает, что что-то ожидает их. Что-то ожидает его там. Что-то уже цена есть за него заплачена. Уже все договорено там. Уже они его, они смогут, говорят, вот это сновидец. Вот сновидец идет. Он не знает, что он уже не вернется домой. Он не знает, что он уже на многие годы не увидит Отца. Этот комфорт, это такое, знаете, любовь Отца, который был окружен, он ее будет лишен. Ее уже не будет. Десятки лет, братья и сестры, пройдут, пока они снова увидятся с Отцом. Но что-то делается, братья и сестры. Его бросают в яму, но Господь наблюдает над Иосифом. Слава Господу! Господь смотрит над ним, и ему не все равно. Иосиф наивный, Иосиф простой такой. Кажется, слушай, Иосиф, ну неужели тебя жизнь научила? Неужели тебе, слушай, ну неужели ты не понял еще, что здесь так не работает? В этом мире нужно стоять за себя, нужно быть немножко хитрее, нужно быть мудрее. Знаете, есть такая тонкая грань между мудростью и хитростью. Так тяжело и найти. И мы знаем, его потом принимают, покупают, покупают и идут дальше. Его покупают в дом Патифара. Он там уже, ему доверили. Он заработал авторитет, он заработал уважение там. Ему уже доверили целый дом. Доверили его все имение этого господина. И мы знаем, там была жена Патифара, она пытается его совратить. И его ответ был один. Знаете, как я могу? Как я могу? Иосиф, ну неужели тебя не научила жизнь? Неужели? Он говорит такие слова, как я могу сделать такое зло перед Господом? А потом и перед моим Господином, который доверил мне все, кроме тебя. Все доверил, кроме тебя. Братья и сестры, можно было думать, слушай, ты уже один в этой стране. Ты один среди этих чужеземцев. Тебе нужно как-то выживать. Тебе эту свою простоту и наивность оставь где-то там. Тебе нужно выжить. Тебе нужно пройти это. Тебе нужно не сломиться. Тебе нужно как-то выстоять. Но он остается простым, братья и сестры. И о, как Господне оно наблюдает. И каждая яма на его пути, это как лестница вверх. И каждая, знаете, каждый ров на его пути, это благословение, которое Господь дальше и дальше благословяет Иосифа. И мы видим, что дальше происходит. Его снова за его верность. Его бросают в тюрьму. Его бросают туда, где, кажется, уже снова просто долина, просто дно. Как уже можно туда выбраться? Как-то нужно что-то делать. Но Господь смотрит над ним. Господь что-то делает. И он выходит оттуда вторым после фарона. Такой наш Господь, братья и сестры. Но как у меня сегодня? Братья и сестры, как я? Как у меня с простотою? Как у меня с наивностью? Не произошло ли так, что я что-то потерял? Не произошло ли так, что я эту простоту отошел, отклонился? Апостол Павел говорит одной церкви и переживает как-то за ней. Он говорит, слушай, что я так боюсь, чтобы вы что, не уклонились от простоты во Христе? Оказывается, от этой простоты можно уклониться. Оказывается, эти бури в жизни, эти, возможно, негодные сгоды, они могут меня, мой взор затмить. И я могу превратиться в кого-то другого, братья и сестры. Кто меня учит, братья и сестры? Жизнь меня учит? Или Дух Святой? Меня, возможно, опытность пытается научить. Так уже не стоит. Тебе нужно по-другому. Тебе нужно вот так вот идти. Тебе нужно вот так заниматься. Так больше не поступай. Ты же помнишь, как с тобой поступили. Ты же помнишь своих братьев. Ты же помнишь. Но мы знаем, что о, как Господь, братья и сестры, оно наблюдает. Потому что Господь, Он близок. Господь поднимает. Господь видел Иосифа все время. И каждый его ров, каждая его яма, это была лестница к благословению. Он, возможно, не видел все. Он не представлял себе, что это будет. Его страхи, думаю, тоже мучил внутри, знаете. Как апостол Павел говорит, что внутри страхи, извне бои, знаете. Это все было. Но как важно, братья и сестры, остаться простым. Остаться простым. Не допустить в свое сердце ненависть. Имея всю власть потом, имея всю силу потом отомстить братьям. Имея все, чтобы отомстить и показать им, вот их место. Вот твое место. Но мы знаем, что Иосиф совсем по-другому сделал. Он накрыл им потом большой стол. Большие порции. Сказал, братья, как я могу? Братья. Они переживали, говорит, наш отец умер. Наш отец умер. И перед тем, как умереть, он сказал нам, чтобы ты, Иосиф, с нами худо не поступал за то, что зло, за то зло, которое мы тебе причинили. Чтобы ты с нами как-то не поступал по-другому. Они боятся. Они ожидают мести. Они думают, что сейчас что-то произойдет. Но Иосиф остается простым. Слава Господу. Иосиф остается тем, которым его хочет видеть Бог. Это то, что Господь сегодня тоже ожидает от нас. Мы сегодня слышали от брата о любви. Мы понимаем, что мы сегодня читаем. Мы читаем 14 главу. В послании Коринфянам написано, что какая-то любовь, она такая простая, она такая наивная, она верит во всякое время, она всегда надеется, всему верит. Знаете, она никогда не перестает, нету лимита, нету ограничений. Она идет дальше. Она преодолевает все. Она дальше любит. Она дальше готова, знаете, готова проявить любовь. Знаете, к таким людям тянутся другие люди. Мы читаем о Иосифе 2, Виночерпий и Хлебодар. Они рассказывают ему сны в темнице. Помните, да? Кажется, слушай, ну неужели у вас нет других людей в этой темнице, чтобы рассказать им ваши сны? А этот чужеземец, который приехал здесь, возможно, еще долго не разговаривает на египетском языке. Возможно, почему, как вы? Но, братья и сестры, к таким людям тянутся люди. Таким людям, которые простые, которые наивные, которые открытые, которые, знаете, не зараженные этим лукавством еще внутри. Господь что-то может делать большое, братья и сестры. Я верю, что Господь и сегодня в нас, в нас сделает работу, братья и сестры. Мы читаем это слово филиппийцам, когда обращается апостол Павел и говорит, чтобы вы были неукоризненным, неукоризненным среди этого строптивого и развращенного рода. И еще украинский период говорит в этом слове, вместо чистыми, говорит щирыми. Щирыми. Знаете, что ты говоришь щирый? Искренний. Это искренность. Говорит слово Божье, чтобы вам быть искренними. И тогда вы будете, как эти светила, которые сияют в этом мире, которые развращенные и строптивые. Знаете, в наше время искренность не в моде. Искренность это что-то такое, немножко сравнится с глупостью. Знаете, иногда люди в этом мире ставят знак уравнения. Искренность равно глупость. Знаете, это что-то такое, где тебя могут без пользы. Где-то такое, где тебя могут знать о своих целях, против твоей воли что-то сделать. Лучше быть закрытым. Лучше иметь что-то. Лучше, знаете, думать наперед. И продумать много, знаете, шагов вперед, чем быть искренним. Но, братья и сестры, слово Божье говорит, что искренность, вам быть искренними. Вам быть искренними. Это благословение. Это благословение. Когда Иосиф оставался искренним. Он оставался всегда им. Несмотря на эти обстоятельства, которые у него были. Или он оставался искренним, как у меня сегодня. Понимаю ли я, что я сегодня на весах у Господа. Понимаю ли я, что сегодня Дух Святой, Он весит меня. И найдет ли он у меня, братья и сестры, неискенность или лукавство. Знаете, можно бояться царя. Мы помним Даниила, который тоже переживал. Который тоже понимал, что есть указ не молиться. Он понимал, что есть указ перестать обращаться к любому божеству. Но он продолжал это делать. И был рог приготовлен к нему. Была яма. Кажется, как с нее вы? Там не просто яма, а там львы. Яму как-то можно, знаете, пережить. А от львов как ты сокроешься? Но есть Господь, братья и сестры. Если я боюсь, знаете, боюсь неискенности больше, чем царя, то Господь смотрит на меня. Если я боюсь, знаете, лукавства больше, чем рва со львами, тогда Господь сам, Он вступится, братья и сестры, и даст милость мне. И я увижу Его руку, Его действия в моей жизни. Но как у меня, братья и сестры? Насколько я иду за Ним? Насколько я готов сегодня говорить? Насколько я готов следовать за Ним? Насколько я готов отрешиться от себя? Так непросто это, непросто сделать шаг назад, непросто сказать, братья и сестры, я готов, я готов смириться, я готов простить, я готов умолиться, я готов вам поставить большие столы, большие порции, я готов забыть все. Это любовь, это только любовь, братья и сестры. Как у меня сегодня? Понимаю ли я, что это только Он? Он может мне делать, Он может наполнить мое сердце. Соломон говорит в книге «Песни песней», написано, что Он ввел меня в дом пира и знамя Его надо мною любовь. Братья и сестры, потому узнают, что вы ученики мои. Почему? Когда будете иметь любовь между вами. Есть ли у меня это? Это любовь, которая вылилась во мне Духом Святым. Дух Святой, братья и сестры, Он выливает во мне любовь. И только тогда я смогу быть, как это светило в этом мире, темном мире, братья и сестры, которой тьма объяла Его, когда вокруг уже ничего не видно, тьма, она сгущается, братья и сестры. Но есть церковь Господня, которая строится, слава Господу. Есть церковь, которая строится, и она строится Духом Святым. И дана и власть, дана и власть, братья и сестры, светить. Но когда я буду искренним, когда я буду иметь, братья и сестры, в моем сердце это прощение, эту любовь, эту простую наивность, эту простоту, от которой я не отклоняюсь ни за что, что бы ни случилось в моей жизни, братья и сестры, я остаюсь Богу верным, я остаюсь простым. Знаете, мы помним историю о Каине, говорит Слово Божье, что Каин, ты владей, у тебя есть грех на пороге, ты владей им, ты владей, братья и сестры. А если он есть, если ничего не будешь делать, что-то произойдет. Можно думать, оно как-то пройдет, ну и что, что я не люблю его, ну и что, что у меня к нему не приезжает, ну и что, что я уже не могу на него смотреть, ну и что, пройдет как-то. Нет, братья и сестры, не пройдет. Вот, однажды я достану этот камень, который я ношу уже давно, и брошу у него, и будет смерть, и будет кровь, и будет беда, братья и сестры, как важно держаться его. Я вот недавно был, братья и сестры, в Украине, в родном городе Луцке у себя, и имел возможность быть в Белоруссии. Я был в городе Бресте, мне нужно было на вокзале ждать многое время, 3 часа. И я молился, говорю, Боже, столько времени, так как раз бы как-то для Тебя, чтобы не было праздновать, пошли кого-то ко мне, чтобы я о Тебе поговорил с кем-то. И чудо, случается чудо, я в зале ожиданий, ко мне буквально идет, так много людей вокруг, но ко мне направляется один молодой человек и просит денег. Я говорю, у меня только гривны, у меня только гривны. Говорит, ничего, здесь мы обменяем все, здесь без проблем. И обменяли, он говорит, мне нужно, я хочу кушать, я уже давно не кушал. И я говорю, хорошо только кушать, говорю, никаких сигарет, да. И говорю, он говорит, хорошо, пошли вместе. Он сам меня повел в кафе, мы сели в зале что-то покушать. И начали общаться, начали общаться. И он начал рассказывать о себе, братья и сестры. Он молодой человек, никогда не скажешь, что где-то он бомжует или еще что-то. Но он уже много времени живет на вокзале. Ему около 30 лет, молодой парень. Он сам сидит дома, он сам сидит дома. И у него есть брат, у него есть брат. Они вместе были, у них была квартира, им дали квартиру. И однажды брат женился, говорит он. И меня просто выгнал из квартиры. Сделал все документы, как-то так подделал все. Я уже, я просто живу на улице. Летом хорошо, я могу работать где-то, я могу у кого-то что-то получить. И за это жить, но зимой очень сложно. Я вот здесь на вокзале, меня принимают, ко мне милосердно ставятся. И говорит вот так, я так раздумал, братья и сестры, неужели такое возможно? Неужели такое возможно? Брат, выбросил брат. А мы думаем, ну это невозможно. Ну это же как-то даже у животных есть какой-то инстинкт. Ну это же твое, это же твой брат. У вас один отец, у вас одна мать, вы вместе. Ну как такое возможно? А если сердце пустое, братья и сестры, если в сердце нету Бога, если сердце не занято любовью, рано или поздно туда придет кто-то другой, братья и сестры. Туда наполнится что-то другое, как у Каина, братья и сестры. Туда придет что-то другое, туда придет ненависть просто. Вроде бы было просто неприязнь. Вроде было что-то такое, как бы, ну еще пойдет, знаете, можно терпимо что-то. Но если, братья и сестры, я не буду подствовать. если я не буду нуждаться предлогом, говори, Боже, избавь меня, Боже, спаси меня, мы сегодня слышали о спасении, мы думаем о спасении как о том, как будто бы просто спасены от ада, и все. Но Божье Слово говорит, что вы искуплены не золотом и серебром, а от суетной жизни. Другой Превод говорит, что вы спасены от суетной жизни не золотом и серебром. Оказывается, я спасен не только от ада, я спасен от суетной жизни, я спасен от бесплодной жизни, Спасен ли я сегодня? Спасен ли ты сегодня от бесплодной жизни? Спасен ли я сегодня от нелюбви? Спасен ли я сегодня, братья и сестры, от беспечности? Спасен ли я сегодня от лени, братья и сестры? Спасен ли я сегодня от возможного раздражения, от такой неприязни? Спасен ли я сегодня от ненависти? А если нет, братья и сестры? Сегодня, я думаю, Бог дает нам такую возможность. Возможность пристать перед ними. Боже, как однажды эти два брата, которым пришел отец и говорит, что пойдем ко мне работать виноградник, для вас есть работа, у вас есть труд, вы должны работать. Один говорит, я пойду, и не пошел, а второй сказал, не пойду, но потом, раскаявшись, пошел служить. Вот такое, братья и сестры, вот такое как-то, знаете, противоречие. Кто-то говорит, я иду, а другой говорит, я не пойду. Знаете, часто, я думаю, дети тоже бывают так, они говорят, я был тоже маленьким, и когда меня просила мать что-то сделать, я говорил, пойду, но знал, что я не пойду. Почему я говорю, что я пойду? Чтобы она больше меня не докучала, понимаете, чтобы время иметь, еще заниматься своими делами, чтобы время иметь, знаете, еще для себя, для себя. Если бы я сказал бы, я не пойду, то что бы? Родители бы пришли бы ко мне, сели бы, слушай, ну это нехорошо. Какая это была бы беседа, какая это была беседа, что-то бы они пытались бы мне рассказать, объяснили, что так не пойдет, так нельзя, мы твои родители. Но часто бывает так, я говорю, я пойду, я пойду, бывает так в духовной жизни, я говорю, я пойду, я слышу слово, я говорю, я пойду. Кто-то слышит меня и подумает, вот, он сказал, я пойду, он духовный, наверное, у него все хорошо. Я слышу слово, я говорю, у меня все нормально, я готов, я пойду. На самом деле, братья и сестры, я остаюсь сидеть, на самом деле я остаюсь на месте и не двигаюсь, я просто застрял. Но тот, который сказал, что я не пойду, Господь дал раскаяние, слава Господу. Господь может дать мне сегодня тоже покаяние в той жизни, которая, возможно, нам не угодна Господу. Возможно, все вокруг меня, возможно, я уже не вижу ближнего, возможно, я уже не вижу своих братьев и сестер, возможно, какие-то, знаете, другие эмоции, чувства уже в моем сердце, я не могу от них избавиться, я не свободен, я нуждаюсь в свободе. Я верю, что Господь сегодня дал каждому из нас власть, братья и сестры, дал право обращаться к Нему и говорить, Боже, я не пойду, Боже, я не люблю, Боже, я ненавижу, Боже, я не хочу идти, Боже, я не люблю Его. Я должен был бы любить, я должен был бы идти, я должен был бы служить, но я не могу, братья и сестры. Я хотел бы, но моя плоть, мое настрой, мое сердце, оно не таково, оно нуждается в перемене, оно нуждается в изменении, и я верю, что у Бога есть сила, у Него есть раскаяние, оно может снова прийти ко мне и сказать, чтобы я пошел, вот дать мне, может, свободу и силу пойти на Его труд, потому что только у Него есть на это сила, только у Него есть свобода, только у Него есть, братья и сестры, благословение, только у Него есть для меня виноградник, где Он меня хочет видеть, я могу где-то застрять. Знаете, нету ничего хуже, когда кто-то застрял там, где Он не принадлежит, там, где, знаете, не на том месте. Знаете, бывает так часто, мы слышали тоже сегодня, можно думать, что это место для меня, это там, где этого я хочу, но у Господа есть другое место для каждого из нас. Возможно, я где-то там остановился, возможно, я просто сижу, возможно, есть труд в винограднике, а я просто не иду, я говорю, что я иду, и все думают, что я пошел, пасты думают, что я пошел, братья и сестры думают, что я иду, я работаю, я тружусь, я там, я весь добавил, да, но на самом деле я просто стою, это просто слова. Слово Божье говорит, что любовь да будет непритворна, любовь да будет непритворна. Оказывается, можно притворяться, можно притворяться, что я что-то делаю, можно притворяться, что я что-то люблю, можно притворяться, что я люблю брать на моего сестру, но это долго не может длиться. Однажды, рано или поздно, камень, он выйдет с моего кармана, рано или поздно будет какое-то падение, рано или поздно враг, он будет торжествовать, если я не приду вовремя к Господу моему, не скажу, Боже, я не могу, я не люблю, я не хочу. Я не пойду, у меня желания нет, я открываю у тебя то, что у меня есть сегодня, я не таков. Боже, без тебя я не справлюсь с собою. Я думаю, мы будем молиться, мы помолимся, чтобы Господь дал нам свободу, дал нам покаяние, дал нам, Господь, эту простоту и наивность дальше, чтобы мы, знаете, не были этими обстоятельствами, ситуациями, которые, возможно, наше сердце иногда делают таким черствым, иногда они его делают таким, знаете, жестким, чтобы мы всегда оставались простыми, потому что только с простыми есть Господь. Только когда я искренний, тогда Господь, Он смотрит на домой, и каждая яма в моей жизни, каждый ров, каждые львы, которые встречаются на моем пути, это будет, знаете, лестница к Божьему благословению, лестница к тому, что Господь приготовил каждому из нас. Это не просто, для этого нужна вера, это не просто так просто идти, не просто согласиться с этим, сказать, что я дальше буду таким же. Говорит Слово Божие, говорят люди, пусть тебя жизнь учит, а Бог говорит, пусть тебя учит Дух Святой, чтобы Слово, которое я дал тебе, чтобы оно было твоим главным учителем. Мы будем молиться, слава Ему, аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!